Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Почему на Блэк Раше такой большой онлайн? И я понимаю, что вам, возможно, непривычно видеть вот такие вот видеоролики, которые, типа, там, знаете, вот с телефона сняты, с вот этого вот телефонного, всего андроидовского ГТАК РМП, со всех вот этих вот вещей непонятных. Типа, вы такие, что, зачем, для кого? Непонятно. Я, вот, всё, что я могу сказать на это, это... А вся информация, разумеется, в описании. Там ссылочка на Блэк Раше, как бы промокод мой. Вы, там, сами всё это понимаете. И, вообще, всё там, как бы, есть. Можете зайти туда, там, вот, посмотреть. А сегодня я попытаюсь разобраться в том, почему на Блэк Раше такой большой онлайн. Разумеется, что моё вот это вот расследование и все, вообще, потуги что-то подобное сделать, как-то во всём этом разобраться, они, ну, абсолютно точно бессмысленны. Потому что это просто Блэк Раше. Вот это нужно принять как данность. Вообще, давайте начнём с того, как я узнал о Блэк Раше. Ну, узнал я, в общем-то, о ней, о нём, о них точно так же, как и вы. Я, вот, знаете, начал делать видеоролики, там, сначала по Аризона Мобайл, потом, там, по остальным, вот, этим, вот, всем GTA-самповским и GTA-крэмпэшным проектам на всём, вот, этом, вот, андроидовском поприще. И, по итогу, когда-то, вот, в какой-то один день я услышал, что Блэк Раше. Блэк Раше, Блэк Раше, она там открылась, там, кто-то зашёл, кто-то там что-то словил, кто-то там сделал какие-то вот эти вот все прочие вещи. И, типа, ладно, хорошо, мне, типа, ну, мне это ничего не даёт. Я просто, ну, типа, Блэк Раше, ладно, Блэк Раше, и что? То есть, всё, я понял, ладно, Блэк Раше, это-то всё понятно, что дальше? Не особо понятно, но потом, это просто, как вот, знаете, какая-то атомная бомба запустилась. Там ещё один сервер, ещё один сервер, ещё один сервер. По итогу, сейчас их около десяти. И в скором времени, как лично я понимаю, будет ещё и одиннадцатый. И поэтому, ну, нужно вообще попытаться во всём этом разобраться. Вообще, я вот, когда скачал только весь этот лаунчер, начал его устанавливать, там, начиная с АПК файла, потом ты заходишь в сам этот лаунчер, там, нужно загрузить игру, нужно дать все разрешения. Понимаете, в чём дело? Там идёт такой, знаете, очень подход к мелочам. Вот и лично мне кажется, что основной секрет успеха Блэк Раше, это подход к мелочам. Вот как в своё время Аризона, так и сейчас, как мне кажется, Блэк Раше, они выкупили то, как всё это делается, как всё это происходит. И сейчас, поэтому они стали вот топ-одним проектом в ГДАК РМП на Android. Вообще, эта ниша, насколько я могу понимать, была не занята. Они вот туда зашли, там начали вот всё вот это вот делать, все свои обновления, все свои какие-то новшества туда привносить. И по итогу, сейчас они топ-один. И, понимаете, я зашёл, я вот ещё даже в игру саму не зашёл, то есть, там, сам какой-то, возможно, геймплей заснять, возможно, ещё что-то вот такое, знаете, подобное. Я просто зашёл, просто вот сам экран загрузки выглядит как, ну, как, знаете, в какой-то вот онлайн-игре. Вот, когда, допустим, ты там в Доту заходишь, или в CSGO, или там, когда в Доте, допустим, пауза, там выводятся какие-то подсказки, там выводятся все вот эти вот, вся вот эта вот прочая информация. И ты на всё это смотришь, у тебя создаётся ощущение того, что действительно вот какой-то, на какой-то большой, огромнейший проект ты заходишь. То есть, это не просто, как бы, GTA CRM, на телефон, всё. То есть, нет, у тебя создаётся впечатление того, что это нечто большее, что, ну, я не знаю, как всё это можно описать. И, наверное, всё это можно вот как-то объяснить, только если ты сам заходишь на всё это блэкрашивалось в первый раз. Ты на неё заходишь, это какая-то вот прям, я не знаю, то ли магия, то ли что-то подобное того, я не знаю. То есть, понимаете, в чём дело, мне вот GTA CRM на компьютере не нравится от слова совсем, но вот на телефоне я зашёл, я посмотрел, как всё это выглядит, мне понравилось. Я сам не понимал, почему. И я, я просто, я зашёл, начал всё это смотреть, начал там как-то более-менее всё это подснимать, играть и так далее. И я, я, я просто, я офигевал. Я думал, чуваки, серьёзно, как вы всё это делаете? Ты там заходишь, там какие-то вот эти вот первые квесты, всё вот это вот, карты у них там обновлённые, и всё у них там вот это вот новое. И ты сидишь просто такой, типа, вы серьёзно всё это сделали? То есть, реально, вот, настолько сильно запарились, и каждый раз, когда ты захожешь на весь этот сервер, который ты там выбрал для игры, ты открываешь для себя что-то новое. И вот, действительно, не знаешь вообще, почему оно так? Так, я вот лично не понял, я опять-таки могу повториться. Я заходил на CRMP сервера вот во всём этом компьютерном GTA CRMP. Я заходил, и такого эффекта не было вообще. То есть, всё было возможно, потому что я заходил через обычный такой, знаете, клиент CRMP, не через какие-то там вот их все клиенты, вот этих вот всех серверов. Нет, такого не было. Я захожу, и просто вот сейчас на всю эту Black Rush, я понимаю, что, ого, ничего себе, серьёзно, типа, вы серьёзно всё это сделали? И то есть, и ты постоянно удивляешься. То есть, как маленький ребёнок, буквально, ты заходишь, там, вот это вот, то, разумеется, наверное, это первое какое-то впечатление от всего этого. И, скорее всего, потом всё это пройдёт, и такого уже не будет. Но вот первое впечатление от Black Rush, и то вообще, что там происходит, оно заставляет, вот, наверное, тебя играть дальше и дальше. Как лично вот даже у меня, у человека, который особо-таки что в GTA сам не играет, что в GTA CRMP, тем более. Но вот даже у меня нечто подобное было. И, разумеется, типа, если вы хотите как-то попробовать всю вот эту вот Black Rush, если вы хотите вообще узнать, что там такое, почему там такой большой онлайн, что там вообще происходит, то, разумеется, ссылочка на Black Rush, она находится в описании, там же мой промокод. По-моему, хэштег ZDS он будет, или что-то наподобие того, вы можете туда зайти, и со всей этой Black Rush'ей вы можете, разумеется, ознакомиться. Однако, ну, всё, мне тут больше сказать нечего. Я просто высказал какое-то свое, то есть, наверное, первое впечатление от Black Rush'и, и, скорее всего, сейчас роликов по Black Rush'и их будет где-то 3 в неделю. Тут, то есть, плюс-минус, может, 2-3, может, там, все 3 будут в неделю, я не знаю. Но, опять-таки, вы можете зайти, там, по ссылочке в описании, ознакомиться со всей этой информацией, с самой вот этой вот Black Rush'ей. И, вообще, понять, что вам от всего этого нужно. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если хотите, вот, на всё это вот зайти, посмотреть, разумеется, всё находится в описании данного видео. Всем пока, увидимся тут же завтра в 20.00. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...